привет парни привет медведи привет банда ребят сегодня решила поговорить на тему женских измен стоит ли их ждать и как с этим бороться скажу да стоит стоит с этого ждать и стоит уже сегодня привыкать к этой мысли почему да потому что все женщины практически изменяют вы знаете да практически все женщины земля до принципе и мы мужчины практически все изменяем то факт то факт сожалению такого в нашей жизни но сегодня будем говорить мы именно про женские измены и как нам их пережить потому что зачастую бывает так что мужчина действительно достаточно верен он все делать для отношений и на других женщин не смотрит но потом узнает о том что его дорогая любимая крови нушка ему изменила а что может быть больнее в жизни мужчины нежели чем узнать про измену родного человека ничего в этот период у тебя наступает просто-напросто лютый депрессняк тебе не хочется не есть не пить не спать и ничего не может делать ты просто-напросто находишься в какой-то лютой дичи да вокруг тебя все серо-мокро грязно вонюча ты не смотришь на других женщин ты не смотришь даже на своих друзей ты просто-напросто хочешь себе замкнуться и в своей голове ищешь варианты как вернуть бывшую да уже бывшую если она тебе изменила если ты себя уважаешь и в тебе есть хоть немножечко что-то мужского для тебя она становится уже бывший потому что прощать измены друзья мои это люто нельзя так делать ни в коем случае но как эту измену пережить что же делать почему так происходит а происходит это по множеству причин одна из них потому что ты просто-напросто перестал быть для нее интересен она нашла более веселого для более опытного более богатого более интересного ты просто-напросто ей приелся уже и в этом не твоя вина хотя когда женщина изменит и ты об этом узнаешь поверь мне просто-напросто возьми сейчас конспект и запиши это виноват будешь ты женщина всегда жертва ты всегда будешь тиран абьюзер а тот который пил бил гулял изменял времени уделял денег не давал и в общем дальше по списку этому бесконечно можно проходиться запомни раз и навсегда чтобы ты не делал ты всегда будешь виноват и потом когда тебя завиновать от брат не надо тебе искать и рыться себе вот эти вот изъяны ни в коем случае это не делать скорее всего там твоего изъяны твоего косяка никакого не было просто ей так захотелось потому что у нее что-то случилось потому что она так решила а вы знаете любая измена это исключительно только измена по решению особенно у женщин кстати мужская женская измена отличаются по своей природе мужчины изменяют ну просто-напросто по природе вот его член туда повел там поскакал за ним да и все реально не мог не осознавать и действительно мог я сейчас не оправдываю мужские измены ни в коем случае просто говорю что природа разные а вот женщина действительно из на измену идет осознанно она взвешивается за и против она думает а что будет если ты узнаешь об измене и если она понимает что она от этой измены может выиграть она на нее пойдет легко и свободно никогда женщина спонтанно не пойдет ну если конечно же она не там не в дрова где в клубе наупилась где она не отдает отчетных никакого отчета своим действия ты уже думаю понял да что в твоей вины скорее всего нету и рыться себе искать проблемы и думать о том как ее вернуть ребят не надо потому что самый глупый мужской поступок который может сверху случиться в твоей жизни это найти в себе вину и и признать и сказать придя к ней сказать извини прости ты знаешь как она на тебя будет смотреть как на говно просто-напросто как у блядь дерьмище блядь тебе даже изменять я могу ли я могу тебя ноги вытирать я просто-напросто взяла навесил на тебя блин какую-то виноватую ситуацию просто тебя обвинила в том чего не было а ты на это все повел за ты бы даже если она тебе вернется она уже будет на тебя смотри как говно и все ни в коем случае не ищи в себе это делается специально она тебя будет обвинять специально чтобы оправдать себя оправдать себя не только в своем лице но и в лице общества своих подруг друзей родных близких в том числе и твоих тебя завиновать и ты козел ты думаешь хоть одна женщина в мире существует которая сказала да ты был такой хороший ну вот и я извини меня решила на другой ковс как мы не было такой женщин никогда не было это может быть только фильмах ты где-то видел где женщина действительно признается говорить слушать такой хороший замечательный но я больше не люблю поэтому я люблю там и ивана до другого и поэтому вы ладно хорошо допустим один случай на миллион ну ты думаешь что ты такой счастливчик где тебе признаться да и в принципе есть тебе скажут ту самую правду будет ли тебе от этого легче нет как ее пережить эту измену а просто-напросто понимать о неизбежности данной ситуации что такое возможно ты просто представь что 30 процентов мужчин наших с тобой так скажем братьев до воспитывают не своих детей даже не не осознавая этого они уверены что это их личные дети вообще я как бы убежден в том что мы мужчины просто напросто не должны обязаны по факту рождения ребенка делать тест днк платим и этого не хотим доверяем и не доверяем все ребенок родился мы сделали тест днк нравится ей не нравится ей сделали все если что хочешь можешь сделать его анонимность тем более ты будешь записан в графе отец крайне менее тебя обезопасит и потом в будущем ты можешь снять огромный груз ответственность из-за этого ребенка который по факту не твой не твоим является ладно отхожу я от темы да как же пережить говорю еще раз это просто-напросто принять как неизбежность знаешь вот есть многие разные неизбежные вещи как допустим смерть близкого и родного человека вот смерть близкого и родного человека это есть куда большая боль потому что его тебе никто не заменит а баба если тебе изменил она ушла придет другая потом другая потом другая знаешь просто напросто вот этот перед тобой книга она тебе изменила ты делаешь так перелистуешь так следующая страница здесь новая голова здесь новая жизнь здесь новая история вот так тебе нужно не стоит братан переживать да обидно да больно да горько и тебя разрывает и тебе хочется вместе тебе хочется вернуть тебе хочется найти причину но причину не в тебе а даже если в тебе не в тебе какая разница тебе от этого легче не станет тебе легче станет тот момент когда ты поймешь для себя это просто напросто было неизбежно это просто напросто была часть твоей жизни часть простой истории знаешь твоей жизни если ты сейчас не покопаешься вспомнишь там была какая-то история тут была какая-то история там я где-то с девочкой встречался тут первый раз поцеловался там первый раз и девственность и вообще сексом занялся до девственности лишился но там еще что-то тут я в армию сходил и это просто напросто какие-то вещи которые в твоей жизни происходит как судьба понимаешь и вот из страницы за страницы твоей жизни твоя жизнь книга она просто напросто перелистнуть вот ты был в армии перелюстнул страницу вот ты я не знаю сходил в садик перелюстнул страницу сходил в школу перелюстнул страницу вот ты был на ней женат у вас был ребенок или есть ребенок да или вот был просто в отношениях перелистнул эту женщину и все и идешь дальше к этому нужно относиться спокойнее это боль это досада тебя разрывает тебе прямо хреново но переживи и отпусти пойми осознай тебе станет брат и легче но если тебя действительно боль каким-то образом корежит тебе прямо досадных ты можешь обратиться к друзьям есть тебя друзья не понимают есть сообщество допустим можешь прийти к нам в телеграм-канал прийти здесь комментариях анонимно написать какой-то комментарий и его заметят возможно парни помогут и подскажут как правильно делать ты должен помнить что ты в этой беде не один и таких как ты сейчас огромное 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 количество мужчин которые уже пережили этот момент вот эту боль вот эту досаду и они знают как с этим бороться поэтому дружище если вдруг ты столкнулся с такой проблемой и ты не можешь отпустить и перелистнуть эту страницу жизни welcome приходи пиши оставлять комментарии добавляйся в личку приходи к нам в чат телеграм все ребят надеюсь вы меня поняли я сказал то что я хотел сказать берегите себя своих родных и близких честь имею пока и не оленьте